Итак, мы сыграли в сессии «Дороги приключений» и настало время рассказать историю моего героя. Мой герой вырос в семье разорившегося торговца. С самого детства он знал, что всё на этом свете прокупается и продаётся. Дружбы нет, есть только временные союзы, и если хочешь выжить на улицах, то нужно драться до победы. Подросткам он едва-едва сводил концы с концами, придумывал хитрые махинации, ворвал узевак и грабил зашедших в не тот район. И однажды он перешёл дорогу не тем людям, пришлось ему бежать в другие края. Но, как говорится, из огня до вполыми. Не зная Броду, наш герой зашёл не туда и оказался на месте своих жертв. Только вдобавок его пленили и поработили. Но наш малый тоже был не лыком шит, и через какое-то время внезапная дружба позволила ему стать полноценным членом банды. И мы не будем рассказывать, чем они там занимались. Однажды ему этого стало мало. Он посигнул на место короля преступного мира. Ничем хорошим это не обернулось. Бунт пресекли, и его друг умер в страшных мучениях перед ним, а его оставили умирать в лесу. Но опять нашему герою повезло. Его нашёл колдун Васиден, который увидел в нём тьму и решил использовать в своих целях. С ним герой увидел, что все эти банды и самоназванные корольки – ничто. Зачем прятаться во тьме, когда можно забрать всю власть под солнцем? Герой решил охмурить саму королеву. Использовать для получения верховного титула и выбросить, когда надоест. Но он не знал, что его уже проклял Васиден. Трежды он был чертовски близок к цели, но каждый раз что-то срывалось. В ответ, герой, воспользовавшись приобретёнными при дворе связями, отомстил колдуну. Не сильно, но подпортил ему планы. Но главным приобретением от этого всего стало то, что герой задумался о том, кем он стал. В мире, где царила меркантильность и месть, ему захотелось и много света, чтобы люди могли хоть иногда надеяться на доброту и милосердие. И для этого герой решил вернуться во тьму. Но теперь, чтобы причинять справедливость и возвращать зло, он стал карающей дланью этого города. Героем, которого никто не хотел, но которого все заслуживали.